а знаете ли вы что лучшие упражнения для зарядки мозга это чтение книг изучение иностранных языков игра в шахматы ну и конечно же просмотр шоу головоломы меня зовут дарья александрова и давайте я вам представлю сегодняшних гостей начнем с девушки с такой прекрасной скромной и милой нереально красивой я когда вас увидела когда вы шли к нам по коридору я обомлела правда вы нереальной красоты просто и при этом такие скромняшки жасмин сайдильдинова участница бип хаоса да и не только актриса расскажите про свои проекты ну наверное это был мой самый первый дебютный проект прям где я сыграла главную роль вот это был но еще его модель но когда я у вас спрашивала до того как мы начали съемку я вас спрашивала а вы только тик токер или еще кто-то вы почему-то промолчали и тут вся касса вся наша рабочая группа все знают кто вы такая все смотрели касса этот сериал не прибедняйтесь оказывается все видишь и главная роль очень круто ну плюс еще вы модель сколько у вас подписчиков тик токи у меня 13 глаз и даже чуть-чуть как-то за зависть подошла ко мне нужно срочно представим нашего следующего участника это родион кан всем привет ребят участник ела ела хаоса да то есть вы дружите бип хаус ела хаус дружат все в порядке ну да вот с ней не очень дружу вау не нравится этот настрой мне нравятся эти роли прекрасно родион также актер расскажите о своих проектах недавно мы снимали сериал сериал под названием таргет то есть кругу в кругу подписчиков они все знают это была моя дебютная роль это было не второстепенно это было даже я не знаю как сказать не главное но главная основная роль вот было было очень волнительно было круто на самом деле это классный опыт моей жизни и я могу теперь позиционировать как себя как актер наверное в инстаграме можно же теперь уже можно очень смотрите будет несколько категорий вопросов из географии из математики там спорт ну и ваши любимые соцсети мы их тоже захватили математика идти например вот у вас будет много вопросов но важно чтобы вы отвечали правильно и на опережение то есть можно выкрикивать можно делать это первее главное чтобы набрать очки за каждый правильный ответ 10 баллов окей все мы готовы готовы а у вас есть еще три подсказки от меня три подсказки да да можно их использовать но в самом таком крайне каждого три да получается да да и вам три жасмин три радиону тоже три подсказки я дарю итак погнали первая категория вопросов у нас айкью диагностика а точнее карта мира наивысшая точка казахстана пик толгар вершина актау пик хантенгри или белуха пик хантенгри родион можно уже и не думать действительно пик хантенгри повелитель наивысшая точка казахстана если быть конкретно шесть тысяч девятьсот девяносто пять метров ого-го считается одной из красивейших вершин центрального теньшане уржасмин молодец 10 баллов сейчас уходят по ним пока мы сейчас обращаться вопрос просто выбрала там раза в начале сказал этот пик хантенгри столица какой страны город банджул гамбия брюней гвинея бисау или бацвана бацвана вау б вариант б бруней да а первое вот чтобы что вы первое подумали гамбия вот женская интуиция она бешеная на бешеный на самом деле все женщины они обязаны ее развивать помимо всяких айфью штучек да город банджул это столица гамбии уходим от географии переходим к истории сколько длилась самая короткая война в истории между англией и зандибаром три месяца 8 недель 3 дня или 38 минут а хотя может быть риск нет 8 недель я остановлюсь на в своем варианте жасмин не знаю ладно давайте 3 дня самая короткая война в истории между англией и зандибаром продолжал всего 38 минут понимаете победу одержали англичане первая столица казахского ханства с 1465 по 1469 год и с 1511 по 1521 год это город тарас город сузак город отрар или город туркестан ну что говорит интуиция у вас интуиция ваша которая мужская которая в принципе не работает утра давайте б да вариант б до город сузак это первая столица казахского ханства город сузак все верно поэзия и проза окей кто написал роман повелитель мух уильям голдинг стивен кинг марк твен или чарльз диккенс ой-ой-ой вообще давайте вариант а у меня давайте без подсказок потому что я вот все таки я здесь плыву поэтому давайте вариант д повелитель мух дебютный аллегорический роман с элементами антиутопия английского писателя лауреата нобелевской премии по литературе уильяма голдинга вышедший в 1954 году как назывался роман сабита муканова жизни и деятельности шоканова алиханова тимиртаз сардарья ботагос или промелькнувший метеор ну я знаю этот роман и я отвечу d промелькнувший метеор вау ты выиграл да действительно промелькнувший метеор романа жизни деятельность казахского ученого историка путешественника и просветителя шоканова алиханова математика и айти опа кто из этих математиков ввел понятие универсальная арифметика ньютон галуа ферма или евклид ну давайте это же на скорость ньютон жасмин давайте я выберу б правильный ответ исаак ньютон понятие универсальная арифметика теперь по айти последняя на данный момент операционная система microsoft windows xp windows vista windows 10 или windows 11 то эти vista не разбираюсь ты разбираешься вроде да ты же айтишник да конечно ты выбрала до windows 11 это правильный ответ windows 11 круто итак теперь более женская тема арт-эстет какой культовый спектакль открыл 11 сезон в театре астана балет снежная королева кармен суета житы казна или орфей и эвридика но мне кажется ты знаешь что-то про по этой части нет я не знаю орфей и эвридика я выбираю вариант б 11 сезон в театре астана балет открыл культовый спектакль кармен суета что да 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 спасибо большое за прекрасно есть интуиция однозначно есть какой номинации димаш кудайберген выиграл республиканский детский конкурс айна line в двухтысячном году дамбра вокал фортепиано или опера я же не этот не менеджер Просто здесь наугад. Ну, давайте. Раз, два, три, вокал. Опера. А, нет, Домбра, Домбра. Можно Домбра сделать? Вы все перебрали, но правильный ответ фортепиано. В возрасте 6 лет, в 2000 году он выиграл республиканский детский конкурс «Инолайн» в номинации фортепиано. Вот такого там у нас талантливый и разносторонний. Вот этого я не знал. Следующая категория. Объективно. Тело храм. Какой орган обезвреживает токсины в организме человека? Да, слушайте. Сердце, печень, почки, желудок. Печень. Браво. Правильный ответ. Печень обезвреживает токсины, которые образуются в организме, как следствие обменных реакций и решает, куда складировать или как их выводить. Все правильно, печень, да. В каком клубе играет футболист Килен Мбаппе? Парселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед или Парис Инжермен? Он легенда. И, конечно же, Парис Инжермен вообще. Ребята, ну это легенда. Это правильный ответ. Это легенда, конечно. Ну ничего, сейчас будут женские вопросы. Это мужские, это просто мужские вопросы. Сейчас более женские. Мы переходим к категории политика КИЗ. Здесь все просто. Я озвучиваю факт из политики, про наше государство, про правительство, много чего может быть. Вы говорите, ложь или правда. Все просто. Окей. Ложь или нет, а ложь или правда. И желательно напережение. Здесь прям быстро должно быть. Все, поняли, поняли. Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов. Ложь или правда? Правда. Ложь. Родион был прав. Ложь, потому что министр просвещения Казахстана у нас является Гани Бесимбаев. Итак, далее. Касым Жумар Токаев выступает с посланием народу 1 января. Правда? Он же поздравляет. Да. Ну, если, я думаю, вы об этом, да, то, что 1 января... Да, выступает, вы выступаете с поздравлением. Но есть послание народу, которое обычно 1 сентября. Ну, а все же, что надо было раньше. Ну, ладно. Создание комфортной среды проживания цель нацпроекта «Сильные регионы». Драйвер развития страны. Прослушал. Да, давай сейчас. Правда, правда. Правда. Здесь на опережение. Опережение. Только два, да, варианта. Все равны перед законом и судом. Седьмая статья Конституции РК. Правда? Правда. Конечно. Вообще, ложь, просто это 14 статья. Но статья такая есть. Ну, да, да, да. Ну, тогда да. Ну, что ж, чтобы вы еще больше порадовались за себя. Сейчас вы, скорее всего, будете отвечать правильно на все вопросы, потому что сейчас у нас в следующей категории вопросов «Follow me». Здесь все у нас про соцсети. Мы будем проверять ваши знания в этой области. Ну, не факт. Мало ли мы можем. Посмотрим. Посмотрим. 70% студентов какого вуза были зарегистрированы в Facebook через две недели после основания социальной сети? Стэнфордский университет, Гарвардский, Оксфордский или Кембриджский? Гарвардский университет. Это правильно, Гарвардский. Отлично. Ну, ребята, это инфа. У кого из этих спортсменов Казахстана около пяти миллионов подписчиков в Instagram? Геннадий Головкин, Илья Ильин, Елена Рыбакина или Канат Ислам? Геннадий Головкин. Браво. Уровень вовлеченности пользователей ТикТок? 79. Да, вы же мои хорошие. 29. Ой, серьезно? Девально. Вот так вот бывает, да. Сколько публикаций в Instagram у National Geographic? Больше 50 тысяч? Больше 43 тысяч? Больше 28 тысяч? Или больше 8 тысяч публикаций? Больше 43. Больше 50. Наверное, 28. Хотя бы 43 тысяч. А в итоге какой ответ? У кого какой ответ? Давайте больше 28. У меня больше 43. Я не слежу. Прекрасная женская интуиция. Да, больше 28 тысяч. Название какой соцсети переводится с греческого как «далеко» и «запись»? Facebook, Twitter, Telegram, TikTok. Далеко запись, Telegram? Да, Telegram. Браво. О, я люблю Андришечку держать. Ну что ж, вы на самом деле молодцы. Никто даже не использовал ни одну подсказку. А уже все. Хотя могли, да, уже все. А вот всегда так. Но у нас есть еще одно испытание, которое называется «Косни сипой». Ну что ж, я думаю, вы все поняли. Меня удивляет такая уверенность Жасмин. Такая смелость, как будто бы самая первая сейчас полезет. В общем, суть такая. Вы касаетесь, угадываете, одновременно засовываете руки, касаетесь, угадываете. Кто не угадывает, тот поет. Кто угадывается, ответственно добавляются хорошие баллы. Итак, на счет три, поехали. Один, два, три. Окей. Ой. Что это у нас? Это вата. Жасмин, браво. А, реально? Да, это вата, это все про... Супер, супер тоненькая, супер женственная, супер маленькая, но самая смелая. Это просто кусок ваты. Родион, вам надо петь? Надо. Давайте, давайте. Давай. Поверяю песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Хей! Ну что, есть мысли какие-то насчет того, кто победил? Ну, мне кажется, выиграла Жасмина. Да мне нет. Так не кажется, да? У меня нет просто мыслей такая. Хорошо, что говорит женская интуиция? Уже добьем, да, вот этот момент, этот вопросик. Ну, я ладно. Женская интуиция говорит, что победила ты, да? Да. Ой, тяжело, конечно, сейчас расстраивать женскую интуицию, потому что победил у нас Родионка. И этот кубок тоже твой заслуженно, заслуженно уходит, получается, в Йола Хаус, да? Но мы очень благодарим Жасмин. Это был, это были, я не знаю, почему так произошло. Спасибо. Где вот случился перевес, потому что очень круто ты отвечала. Я аж на ты начала говорить, уже прям как на одном уровне. Это было круто, вам понравилось? Очень круто, очень классно, очень весело было. И эмоции, которые мы получили, они классные, прям очень весело. Даже не передашь словами, а просто эмоции, эмоции приятные были. Ой, это очень приятно. Жасмин тоже вроде рада. Я тоже очень рада. На самом деле, я так боялась, типа, такая просто. Но было очень круто. Мне кажется, что был небольшой перевес. Что ж, спасибо большое, что вы сегодня были с нами, да. Ну, а вам, дорогие телезрители, хочу сказать, приходите тоже к нам в студию, если вы хотите потренировать свой мозг. Это лучшая возможность улучшить свои интеллектуальные данные, назовем это так. Если также вы хотите быть участником нашей программы, то пишите, отправляйте свои анкеты на тот самый адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. Ну и пока-пока, не ломайте голову, смотрите «Головоломы». Пока-пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!